Привет, Никит. Привет. Кажется, нам привезли стол. Стол должен быть в разобранном виде, в коробке. Мы сами будем собирать. Вот на такой машине доставили стол из русского магазина. Он говорит, они и диваны на него развозят. Вот это стол, который нам сейчас доставили, а вот это стол, который мы первый купили, который нам доставил Стейплс. Нам вернули за него деньги, прислали сообщение, что они получили наш возврат и оставили стол нам. Папульчик, зачем мне тут раздет? Он одет, видишь, порт. Что будем делать со вторым столом? Вопрос. Пусть пока стоит. Коля сказал, он ему не нужен. Есть, не просит, пусть стоит. Потом Никите его соберем, да? Короче, получилось, что в итоге всех наших покупок мы получили два стола по цене одного. Погнали. Тут чуть-чуть уголок. Помят при транспортировке. Может быть, и стол будет тоже покоцанный. Фиксируем. А они сказали, если будет что-то не так, вернут. Он сказал, что привезет запчасти. Так, вот это похоже будет самый маленький. Крышка. Хорошо, что белый стол заказали. Нам нужно Соне всю мебель новую белую заказать. Все белое, да? Да. Чтобы грязь была виднее, да? Так, вроде ничего не покоцанно, да? С той стороны, где была вмятина коробки. Я так просматриваю. Вроде все нормально. Мама внимает, да? Тебе большой новый стол нужен? Да. Для тебя собрать? Да. Зачем он тебе нужен? Коля не хочет. Коля не хочет. А тебе зачем он нужен? Скажи, Никит, пригодится? Чтобы... Да. Пригодится. Зачем тебе пригодится? Просто мне нужен он. Ты что, там будешь писать? Да. Скажи, Никит, я там буду прятать свои всякие вещи. Да. Два с половиной часа соберу. Так, вроде бы ничего выглядит. Нормально. Привет, Сань. Новый стол. Как ты хотела, все. Да. Смотри, Сань. Видишь, какие просторные шкафчики? А вот смотри, смотри, какие у тебя файлы. Нужно побольше, правда, сюда файлов. Пока из нашего стола два. Да, наконец-то файлы. Давай силу приложи. Так. Все, не ломайте. Это для... Для кейборда. Для кейборда. Не ломать. Так, ну достаточно много места, Сонечка, теперь у тебя. Смотри, я тебе твои книжечки составила все. Не серьезно, для вот этого места... О, книжечки. Даже книжечки. Ой, милка. Какую картину сюда повесим? Вот ту маленькую или мою большую? Мне кажется, маленькая сюда подойдет. Попольчик, попробуешь? Я думаю, что большая. Мне кажется, она просто большая не поместится, а маленькая как раз будет там в тему. А мне кажется, что большая поместится. На мой взгляд, маленькая здесь больше подходит. И я права. Давай. То из-за ковра стол чуть-чуть туда. А куда больше и стол дели? Папа его разломал на кусочки, на маленькие. Покажите. О, в дамстре. В синем. А. В синем, да? Поместился? Там еще полно. Пошли посмотрим. Попрощаемся с твоим стареньким. О, папа его в щепке. И главное, она его так быстро как-то поломала. Привет. Привет. Мы наконец-то навели порядок на Сонином столе. Разместили все ее предметы. Сонечкины книги на английском и даже есть на русском. Да. Картина. Это у Сони такой органайзер. Здесь у нее резиночки лежат. Я не знаю, что здесь. А здесь ее девчачьи всякие принадлежности. Так, все в доступности. Насчет ножниц. У нас зрители спрашивали, почему такое огромное количество ножниц у Сони. Эти все ножницы режут разными, различными узорами. Можете видеть. Ну, допустим, такие. Вот так вот режут. Вот, можете видеть. Это для различных поделок. Да. Сколько их штук? 24. Вот эти ручки мы уже много раз снимали. Видео про канцелярию. Гелевые ручки 100 штук. Это уже второй раз мы такой с Сони покупаем набор. Некоторые из них перламутровые. Мне кажется, даже большинство из них перламутровые, да, металлические. Здесь у нее, наверное, будет школьные всякие ее принадлежности лежат, типа байндеры. А там для рисования, да, Соня? Да. Краски, альбомы, все, что ей нужно для занятий. Здесь у нас все, что связано с уроками. Так, тут у Сони планшет и сумка для планшета. Это у нас выдвижной столик для клавиатуры. Соня вчера нарисовала мишку. Танцующий. Танцующий мишка. Да. А это что, сук, дерево? Да. И сук, да? И птичек. Я так делаю теперь. Окей. Завтра мы получим новый компьютер. Нам пришлют. И у Сони здесь еще поставим компьютер. Здесь у нас пока мало фолдеров. Сони еще не купили. Здесь хранится просто бумага. Нужно еще цветное здесь положить. А здесь то, что она рисует. Короче, всякие ее личные вещи. Мне нравится то, что вот здесь есть вот такие вот держалочки для фолдеров. Соня, тебе понравился твой новый стол? Да. Ты счастлива именно то, что ты хотела? Да. Такое же, как я хотела. И места много. Мы очень рады, что мы этот стол заказали. Да. Ну что, давай теперь сделаем небольшой рум-тур по твоей комнате, потому что зрители давно просили. Хотя мы уже много раз снимали. Ну, еще раз снимали. Так как мы сделали небольшую перестановочку. Да. Здесь раньше стоял дрессор Сонин. Вот этот. Теперь мы его туда поставили. Сонина Библия. Вот здесь покажу полочку. Ее тоже всякие вещи личные. Соня, зачем тебе вот эти очки? Ну, когда будет зима, буду носить, чтобы снег не попадал в глаза. Окей. Ну, а здесь у нее перчатки и шапки. Да. Ужасненькие очень. Соня не носит шапки. У них в классе ни одна девочка не носит шапки. И Соня именно по этой причине не носит шапки тоже. Соня, одень, пожалуйста, эту шапку. Хорошо. Из Хома Луна такая шапка. Просто розовая и серая. Мне кажется, она тебе мала уже. Соня давно шапки не носила. Давай еще кое-нибудь. Давай. Это одна штука, которую я люблю. С маленькими ушками. Ты тоже ее уже два года не носишь. Она, тем не менее, уже малая, нет? И вот эту носить эту зиму. Классная, мне нравится. У тебя как раз? Уши закрыты, главное. Да. Мне вот эта нравится. Мне кажется, она очень теплая. Эту ты точно не будешь носить, да? Буду. Ну, раньше носила. Она как раз. Как раз? Да. Она глаз упал дает. Подожди, ты вот так. Должна быть. Хотя слишком немного большая. Она глазом лазит. Дай посмотри. Мне нравится вот эта беленькая. Классная. Мне тоже. Вот этот берет я Соне купила года 4 назад. И так как здесь береты не носят, я как-то в классе сказал, посмеялась на ней. Но Соня больше не одевает. Ну, некоторые носят в школе. Ну, вообще я не видела, чтобы здесь дети какие-то береты носили. Мне нравится. А я увидела девочку маленькую, которая такую же носит. Это домашняя шапка, когда во дворе они играют. Да, мне очень нравится. Она такая рода цвет. Ну, здесь у меня вот такая старая. Это ей уже, наверное, лет 5 шапки. Да. Или года 4. Она все равно как раз. Мне нравится. Да, шапки, конечно, в Америке здесь не очень. Очень трудно найти хорошие шапки. А вот это очень хорошая шапка. Ну, Сонечка, на самом деле она не очень. Ты русские не видела. Ну, и когда Соня была маленькая, в России ей покупали шапки. Из России заказывали, но они уже давно из строя вышли. Это просто шапка. Она очень теплая, кошемировая. Но Соня как-то ее не любит совсем. Синяя с цветочком. А вот это, кстати, из Лэнс Энда. Магазин хорошего шапка. Да, я знаю. Она очень мягкая, очень приятная. И очень теплая. Есть такой цветочек. Она как шею настоящий видит. Ну, и эту шапку Соня тоже не носит. Такое количество шапок уже. А вот эта, это совсем маленькая уже тебе смешная такая. Соня ее любит. Нет, нет. Я уже давно хочу ее выкинуть, а Соня ее любит. Нет, я ее люблю. Давай хотя бы вот эти оторвем штуки. Нет. Посмотри на меня. Они мои. А, ну и последняя. Вот эта тоже симпатичная. Но это такая осенняя. Нет, вот так. Это чисто осенняя-весенняя, не зимняя. Наня, у тебя волосы в чернилах, да, или в краске. Со школы пришла. Вот крашеный лоб. Мне кажется, в эту школу можно ходить. Я надеюсь, что Соня начнет шапки носить в школу. Я тоже. Тоже надеешься, да? Да. Только ремесики расстались. Можешь их обратно положить. Так, здесь у нас Сонины всякие пластилиновые штучки, поделки. Да. Соня собачью голову сделала. И еще одну. Так, одет вот цветочек. Вот там. Соня слепила горшочек и розочку. Спустили. Да. Только на уроки. Сонечкина кровать, кстати, мы поменяли ей, как его называется-то, покрывало и подушки, на подушке на ручке. Вот у нее раньше было коричневое, а теперь у нее розовое в белый горошек. Но это уже мы все показывали. Картина эту я нарисовала маслом. Она красивая очень. Так, здесь Сонечкины фотографии. Здесь Соне, наверное, где-то 7 или 8 месяцев. А здесь Соне, наверное, лет 7. Да, Соня? 7 лет, наверное, тебе здесь. Это, наверное, Соня в 6 лет нарисовала акриловые краски. И вот это тоже в 6 она нарисовала. Ты помогла мне сразу менять. Это пчелиный этот, как его, улей. Нет, не улей. Улей, да? Да, улей. Ну, эту картину я нарисовала. Это одна из моих первых картин. Я рисовала ее плохими красками, плохими кистями. И буквально там пальцами все размазывала. Здесь на фотографии Соне 8 лет, наверное, да? Да. 8 лет. И осталось... Что нам осталось показать, Соня? А, шкаф. Мы уже делали обзор много раз, что в шкафу. У Сони в шкафу куча вещей, которые она не носит. Правильно, Соня? Да. Она полюбила несколько вещей, и она их носит. С куртками тоже самое обстоят дела. Здесь даже не висит сейчас куртка, которую она носит постоянно в школу. Так, вот у нее такое количество. Вот эта дубленка искусственная. Здесь натуральных не продается. Если продается, то я не знаю где. Вот эта мне очень куртка нравится. Она очень легкая, пуховик. Такая тоненькая, воздушная. Но зимой в мороз ее не оденешь. Это такой чистосильный вариант. Вот эта беленькая, потеплее, но она с синтепоми. Соня их редко носит. Да. Короче. Зубы поломаешь. Вот эту куртку вы, наверное, уже много раз в видео видели ее. Она такая... Типа как куртка-пальто. Да. Красивая. А вот эта тоже натуральный пух внутри. Очень легкая, очень такая приятная, мягкая. Ну, вы уже много раз видели эту куртку, Соня. Она у нее стала старая, но у нее еще есть такая же точно новая. Абсолютно новая. У нее сзади вот такой пух. Здесь не продается натуральный мех. Я ни разу не видела, что здесь продавался натуральный мех. И постоянно вот такой симпатический искусственный мех. И он ужасный. Он ужасно выглядит. И мы его отстегиваем. Хорошо, что здесь можно отстегнуть вот замок. Ну, может быть, его только расчесать, но он ужасно выглядит. Мне не нравится. Ужасный мех. Смеха намного симпатичнее. Качество этой куртки изумительное. Бренд Free Country. Я не знаю, есть ли такой вне Америки. Остались еще вот такие. Это дубленка искусственная, я уже говорила. Ну, такая она. Не в мороз ее носить. Эта куртка очень симпатичная, но она без капюшона. А так как Соня не носит шапку, то без капюшона она очень редко одевает вещи. Да? Да. Соня же чаще всего носит в школу и везде вот этот пуховик. Мне тоже он очень нравится, но он тоже был с искусственным мехом, а без него капюшон очень маленький. Да. Но все равно мне очень нравится этот пуховик. Классный. Повернись. Очень нравится. Во-первых, он длинный, то есть в нем тепло. Во-вторых, белый и красивый. Да. Ну, а здесь огромное количество всякой одежды, которую Соня будет носить летом. Здесь летняя одежда, платья различные, кофты, всякие разные. И здесь тоже. Ужас. Завалый. У Сони в шкафу есть батарея. Так как у нас нижний этаж полуподвальный, я вам сейчас покажу. Вот, то есть вы видите, что земля близко к окну. Да. Пол очень холодный, несмотря на то, что мы здесь положили даже ковер. Здесь есть ковровое покрытие, ковер. Все равно холодно. Да. Иногда включаем на ночь, чтобы не было холода. Эти подушки от старого дивана. Мы их не выкинули, потому что дети часто в них играют. Они строят диваны различные. Просто Соня иногда на пол ложится на них. Когда-то даже спала на них. Да. Зачем? Потому что я делала из них кровать. Ну, короче, дети в них играются. Мы из них все делаем, что возможно. Здесь запасные всякие одеяла Сонины хранятся, подушки. Вот здесь у нас недостаток такой, что негде как бы хранить такие вещи, как одеяло. Постельное белье у нас хранится там сменное. Ну, пока вот так. Мы очень рады, что наконец-то получили стол. Напишите нам в комментариях, понравился он вам или нет. Так вот в живом виде. Спасибо, что смотрите на видео сегодня. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok